В праздничных наборах тушенка, кофе, сладости и другие нескоропортящиеся продукты. Их волонтеры Победы в своем кругу называют вкусняшками. Поздравлять ветеранов обычно ходят по двое. Сегодня Кириллу и Регине предстоит обойти 13 адресов. В этом году к традиционной экипировке волонтера добавились маска и перчатки. Ветеранам очень важно, чтобы сейчас в период коронавируса не выходить на улицу. А так как мы еще даем открытку, мы поздравляем с праздником. Тут дополнительный посыл идет, что и здоровья желаем, и делом подтверждаем, и с праздником поздравляем. Волонтеры признаются, в период пандемии раздавать подарки стало сложнее. В квартиру теперь не зайти. Поговорить и попить чай с участниками Великой Отечественной войны по их приглашению также невозможно. Есть квартиры, которые в принципе не открывают. И на этот случай мы оставляем либо уведомления, чтобы они обратились в администрацию, получили там, если есть возможность, если нет, то мы повторно приезжаем, привозим. Если раньше ветераны не открывали в основном по причине своего отсутствия дома, то сейчас боятся коронавируса. Оно и понятно. Тогда в действие вступает та самая бесконтактная доставка. К сожалению, бывают моменты, когда ветераны нам действительно не открывают дверь, и мы стараемся им оставить подарок в месте, где они нас просят. На данный момент мы оставим на капоте. Подарки передают и через родственников или соседей, которые вместо ветеранов встречают на пороге волонтеров. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы для любимого сильного подарка взяли на дверь. Все дело в том, что вы знаете, что она на коляске? Ну, нам вы сейчас в виду передали эту информацию. Может, вы сможете ей передать? Да, конечно, я могу. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Да, вас тоже с выступающим поздравляем. Спасибо. Здоровья вам, чтобы все было хорошо. Ну, а те, кто открывают двери, сами не могут сдержать слез при виде гостей. Вчера мороза прислала вот такую вот помогу. Поздравительная. Вот и вам еще от нас небольшой подарок. Главное, не болейте. Все будет хорошо. Спасибо. Больше еще раз плачусь. Волонтеры Победы уже подарили около 400 праздничных продуктовых наборов. Не в привычном для себя формате в этом году проходит акция «Георгиевская ленточка». Вместо улицы волонтеры Победы распространяют символ доблести героизма на предприятиях, госаптеках, медучреждениях, а также магазинах, где их отдают сотрудникам, пациентам и покупателям. «Георгиевскую ленточку обязательно нужно носить у сердца. Можно по-разному завязывать. Бантом или еще другими повязками. Это спокойно можно посмотреть в интернете. Самое главное – относиться к ней уважительно. Не носить ни на руке, ни на собак, ни на сумках, ни снаружи автомобиля. Внутри автомобиля еще можно, но ни в коем случае не наружу. Нужно относиться к этому элементу с уважением обязательно, потому что в годы войны эту ленту получали за очень большие заслуги». Добровольцы уже распространили более 15 тысяч георгиевских ленточек. Сама акция проходит в Ульяновске с 2015 года при поддержке Управления по делам молодежи Ульяновской администрации. Рината Леулова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова